На повестке дня строительного часа опять ЖК «Восточная Европа» в сельском поселении Медвежье-Озерское. Дома построены, порядка 70 квартир заселены, но качество жизни в них оставляет желать лучшего. Застройщик не выполняет свои обязательства. Инженерные сети и сооружения не видят в эксплуатацию, на лифтах постоянно с теми не работают. Который участок под объектом инженерного назначения не размежеван. Наружное освещение не подключено, сеть и уличное освещение не переданы. Не согласован выезд из ЖК «Восточной Европы» на автодорогу Москва-Никифорова. Отсутствие поездной дороги со сортированным покрытием. Отсутствие социальных объектов, которые есть в проектах планировки, но не строятся. Перечень недостатков гораздо длиннее. Плюс начал накапливаться долг за электроэнергию. Но больше всего жители жалуются на качество воды, в которой зафиксировано высокое содержание железа и серого водорода. И отсутствие постоянной схемы теплоснабжения. На котельную до сих пор не подан газ. Чтобы администрация района могла взять на себя решение части проблем, например, построить станцию обезжелезивания за счет госпрограммы, надо передать сети в муниципальную собственность. На это застройщик пока не соглашается. При этом его деятельность, а точнее бездействие, уже в поле зрения прокуратуры. На совещании сделан вывод о непрофессионализме и несостоятельности застройщика ЖК «Восточная Европа». Заключить дополнительное соглашение, передать нам возможность отмежевать, откатастроить земельные участки, оформить земельные участки и, соответственно, забрать муниципальную собственность вместе с объектом для того, чтобы ввести государственную программу и снять там проблемы. Прокуратура, вы видите, она непрерывно взаимодействует и воздействует на тех товарищей. Ну вот сейчас крайний уже был разговор, что по Восточной Европе необходимо возбуждать уголовное дело. Дома ЖК «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский находятся в высокой степени готовности. Но у застройщика компании «Бизнесленд» тяжелая экономическая ситуация. График работ постоянно срывается, дома не сдаются, набегают штрафы. Администрация района предложила переуступить обязательства по достройке объекта более состоятельному застройщику. В этом случае есть шанс, что покупатели квартир в ЖК «Горизонт» до конца года смогут получить ключи. Завтра встречаюсь в один часов с новыми потенциальными инвесторами, которые по предварительным данным готовы зайти на субген подряд. Если они зайдут на себя и возьмут функцию достроя, то я думаю в этом году все состоится. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».